Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда. Располагайся поудобнее. Расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Глава восьмая. Незваные гости. Незваные гости хуже татарина. Пословица. Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями. Неизвестность о судьбе Марии Ивановны пуще всего меня мучила. Где она, а что с нею? Успела ли спрятаться? Надежно ли ее убежище? Полное тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом. Все было пусто. Стулья, столы и сутуги были переломаны, посуда перебита, все растасканно. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела осветлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постель, перерытую разбойниками. Шкаф был разломан и ограблен. Лампанка теплилась еще перед опустилом кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке. Где ж была хозяйка этой смиренной девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем. Я вообразил ее в руках у разбойника. Сердце мое сжалось. Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум, и за шкафа появилась плаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» «А Мария Ивановна?» — спросила они терпеливо. «Что Мария Ивановна?» «Барышня жива!» — отвечала Балаша. «Она спрятана у Акулины Памфиловны, у Папати!» — скричала я с ужасом. «Боже мой, да там Пугачев!» Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометю побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохоты, песни. Пугачев пировал за своими товарищами. Балашка пробежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихоньку Акулину Памфиловну. Через минуту Бабатья вышла ко мне в сенье с пустым штопом в руках. «Ради Бога! Где Мария Ивановна?» — спросил я с неизъяснимым волнением. «Лежит моя голубушка у меня на кровати, там за перегородкую», — отвечала Бабатья. «Ну, Петр Андреевич, чуть было не стряслась беда. Да, слава Богу, все прошло благополучно. Злодей только что усел забедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет». Я так и обмерла. Он услышал. «А кто это у тебя охать, старуха?» «Я вору в пояс. Племянница моя, государь, захворала, лежит. Вот уже другая неделя. А молода твоя племянница, молода, государь, а покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». У меня сердце так ее гнуло. Да нечего было делать. И сколько, сударь, только девка-то не может встать и прийти к твоей милости. «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку. «Как ты думаешь?» Ведь оттернул занавес, взглянул ястребинами своими глазами. «И ничего, Бог вынес. А веришь ли я, и батенька мой, так уж и приготовились к мученической смерти?» Без счастья, она, моя голубушка, не узнала его. «Господи, владыка, дождались мы праздника». «Нечего сказать, опять-то, Иван Кузьмич, кто бы подумал. А Василиса-то Егоровна? А, Иван-то Игнатьевич, его-то за что? Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иванович? А ведь я стригся в кружок, и теперь у нас души с ними пируют. Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь. Однако не выдал. Спасибо ему за то. В эту минуту расстались пьяные крики гостей, и голос отца Герасима. Гости требовали вина. Хозяин кликал за жительницу. Попадья, расхлопоталась. «Ступайте себе домой, Петр Андреевич», — сказала она. «Теперь не до вас. У злодеев побойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку». «Прощайте, Петр Андреевич, что будет, то будет». «А вось Бог не оставит». Попадья ушла, несколько успокоенной, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги из повешенных. С трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезное заступление. По крепости бегали разбойники, грабли офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава Богу!» — скричало оно в виде меня. «Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили». «Ну, батюшка Петр Андреевич, веришь ли, все у нас разграбили мошенники. Платье, белье, вещи, посуду, ничего не оставили. Да что уж, слава Богу, что тебя живого отпустили. А узнал ли ты, сударь, Атаман?» «Нет, не узнал. А кто ж он такой?» «Как, батюшка, ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя туп на постоялом дворе?» «Заячий тупчик, совсем новешенький». «А он бести его так и распорол, натягивая на себя». Я изумился. В самом деле, сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств. Детский клуб подаренной бродяги избавлял меня от петли пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государство. «Не изволишь ли покушать?» «Спросил Савельич, неизменный в своих привычках. Дома ничего нет. Пойду пожарю, да что-нибудь тебе изготовлю». Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости под властной злодеей или следовать за его шайкой было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна Отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марии Ивановне и быть ей защитником и поправителем. Хотя я предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что ты, великий государь, требует тебя к себе. Где? Где же он? Спросил я, готовясь повиноваться. В Коминтанском, отвечал казак. После обеда бадежка наша отправилась в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что Берзона знатная, за обедом скушать изволил двух жальных бросят, а париться так жарко, что это раз Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомки Бигбаю, то носил у холодной водой откачался. Нечего сказать, все приемы такие важные. А в бане слышно показывал царские свои знаки на грудях. На одной двуглавый орел, величиной сбитак, а на другой персона его. Я не почел нужным оспаривать мнение казака и с ним вместе отправился в Коминтанский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем он кончился. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинал смеркаться, когда пришел к Коминтанскому дому. Виселица со своими жертвами страшно чернел. Тело бедной Коминтанши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, предвещавший меня, отправился про меня доложить, и тотчас же, воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановной. Необыкновенная картина мне представилась за столом, накрытым скатертью, уставленным штовами и стаканами. Пугачев и человек десять казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, раскалеченные вином, с красными рожами и блестающими глазами. Между ними не было ни швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. А, ваше благородие, сказал Пугачев, увидя меня, добро пожаловать, честь и место, милости просим. Собеседники подтеснились. Я молча взял на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать спорище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своими широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеевичем, а иногда величаево дядюшкою. Все обходились между собой как товарищи и не оказывали никакого особого предпочтения своему предводителю. Рассковор шел об утреннем приступе, об успехе, возмущении о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Бугачева. И на всем то странном военном совете решено было идти к Оренбургу. Движение дерзкое, и которое чуть было не увенчало с бедственным успехом. Поход был объявлен к завтрашнему дню. Ну, братцы, сказал Бугачев, затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков, начинай. Сосед мой затянул тонким голоском бурладскую песню, и все подхватили хором. Не шуми, мать зеленая туправушка, не мешай мне доброму молодцу думу думать, что за утро мне доброму молодцу в допрос идти перед грозную сутью самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать, ты скажи, скажи, дединошка, крестьянский сын, уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, еще много ли с тобой было, товарищи. Я скажу тебе, надежно, православный царь, всю правду скажу тебе, всю истину, что товарищей у меня было четверо, еще первый мой товарищ темная ночь, а второй мой товарищ булатный нож, а как третий товарищ, то мой добрый конь, а четвертый мой товарищ, то тугой лук, что рассыльщики мои, то каленые стрелы, что возговорит надежно православный царь, исполать тебе, детиношка, крестьянский сын, что умел ты воровать, умел ответ держать, я зато тебя, детиношка, пожалую, среди поля, хоромами высокими, что-то умяли столбами с перекладиной. Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, разбиваемая людьми, обреченными виселицей, их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые продавали они словами без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом, гости выпили еще по стакану, встали за стола и простили с Богачевым, я хотел за ними последовать, но Богачев сказал мне, сиди, я хочу с тобой переговорить, мы остались глаз на глаз, несколько минут продолжалось воюдное наше молчание, Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением благословства и насмешливости, наконец он засмеялся из такой непритворной веселости, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам сам не знаю чему. Что ваше благородие сказала мне, струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею, я чаю не было, завчинку показалось, обогачался бы на перекладины, если б не твоя слуга. я тот час узнал старого храча, но думал это и ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умяту, был сам великий государь, тут он взял на себя вид важный и до истины. Ты крепко передо мною виноват, продолжал он, но я помиловал тебя за твой добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство, обещаешься ли служить мне с усердием? Вопрос мошенника и его дерзость показалась мне так забавной, что я не мог не усмехнуться. «Чему ты возмыхаешься?» спросил он меня нахмурясь. «Или ты не веришь, что я великий государь?» «Отвечай прямо». Я смутился. Признать бродягу государем был я не в состоянии. Это казалось мне малодушием, непростительным. Назвать его в глаза мальчиком было подвергнуть себя погибели. И то, на что был я готов подвиселицей в глазах своего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезным востливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту, чувство долгого старшествовало во мне над слабостью человеческую. Я отвечал Пугачеву, слушай, скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать тебя, государя? Ты человек смышленый, ты сам увидел бы, что я лукавствую. Кто же я таков по твоему разумению? Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь в опасную шутку. Пугачев взглянул на меня быстро. Так ты не веришь, сказал он, чтобы я был государем Петр Федорович. Ну добро, а разве нет удачи удалому? Разве старину Гришко отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, от меня не отставай. Какое тебе дело, да иного прочего? Кто не бог, тот батька. Послушай мне верой и правдой, и я тебя пожалую, и фельдмаршала, и в князья. Как ты думаешь? Нет, отвечал я с твердостью. Я природный творянин, я пресекал государине империатрицы. Тебе служить не могу. Коль ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Пугачев задумался. А коли отпущу, сказал он, так обещаешь ли ты по крайней мере против меня не служить? Как могу тебе в этом обещаться? Отвечал я. Сам знаешь, не моя воля. Вилят идти против тебя. Пойду делать нечего. Ты теперь сам начальник, сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо, коснишь Бог тебе судья, а я сказал тебе правду. Моя искренность поразила Пугачева, так и быть, сказал он, ударяя меня по плечу, коснить так коснить, миловать так миловать, ступай в себя на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе спать и меня уже дрема клонит. Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке осветился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо. Я пришел к себе на квартиру, нашел Савельича корюющего по моем отсутствии. В вести свободе моей обрадал его не сказанно. Слава тебе, владыка, сказал он, перекрестившись. Чем свет оставим крепость и пойдем, куда глаза глядят, я тебе кое-что заготовил. Покушай-ка, батюшка, да и подчего себе до утра, как у гориста запасывай. Я последовал его совету и поужинал, с большим аппетитом, заснул на ком полу, утомленный душевно и физически. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей встречи.